Особо интенсивному удару подверглась Горловка и ее окраины. В черте города повреждено 7 жилых домов. Кроме того, обстрелы зафиксированы в поселках Зайцево, Железная Балка и Доломитная. Подробнее о ситуации на том участке линии разграничение расскажет Владимир Бедняк. Ночной обстрел не обошелся без происшествий. В результате прямого попадания в жилой дом поселка Доломитная пострадал Кирилл Мирошниченко, 2014 года рождения. Вместе с ним в доме находился старший брат и мама. Пережитые ночью они с трудом могут передать словами. Я не могу сказать точно, что произошло. Но произошло то, что то ли осколок, то ли снаряд попал в доме. Это все результаты ребенка при анимации. После обстрела ребенок был оперативно госпитализирован в Горловскую городскую больницу номер 2. Там ему врачи провели операцию. Она прошла успешно. По оценкам медиков, состояние ребенка на данный момент средней тяжести. Они поступили в травматологическое отделение горбольницы номер 2, где ребенку произведена репозиция перелома большеперцевой кости и ушивание раны в области левого коленного сустава. Сейчас состояние средней тяжести, состояние стабильное. Окончательно говорить о состоянии раны в любом случае надо будет наблюдать за ребенком. Если в течение нескольких недель у Кирилла не будет осложнений, то он сможет ходить. Владимир Бедняк, Александр Гис, Панорама.